Первый вице-губернатор заслушал доклады подчиненных о готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и подчеркнул, теорию придется подтвердить на практике, на ноябрьских командно-штабных учениях. Провести проверку на муниципальном уровне, причем без предупреждения, поручил глава Анапы по завершению селектора, а затем прошелся по ключевым вопросам. Вот у меня вопрос к нашим ресурсникам на линейных объектах водоснабжения, канализации, особенно теплосети меня интересуют, господин Фисенко. Если нету света, что вы будете делать? У нас везде есть генераторы. То есть они у вас есть, мы спокойно. Юрию Федоровичу доложили, на всех котельных и насосных станциях предусмотрены резервные источники электроснабжения. На объектах водоснабжения, канализации, теплосетей проведены профилактические работы по подготовке к зиме. По федеральным прогнозам и по прогнозам, которые Краевой гидромедцентр дает, они нам прогнозируют чуть теплее обычной зимы. Но мы всегда знаем, что на Кубани зима проходит в так называемом режиме температурных качелей, когда даже в течение суток температура может колебаться на 20 градусов и больше. Самые ответственные участки, это прежде всего при ветровых нагрузках, это все, что касается энергетики. Это раз при сильных колебаниях температур, когда активное снеготаяние и плюс наложение ливней зимой бывает. Это естественно территория Суко и Варваровки. Состав сил и средств Анапского муниципального звена системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая 397 человек, 164 единиц техники на базе 32 организаций. Работать в условиях зимней непогоды им не впервой. По прогнозам, погода начнет испытывать на прочность уже со следующей недели.